Субтитры создавал DimaTorzok На этом спектакле, на этой пьесе просто были еще варианты, хотела она шекспировскую пьесу и «Сон летнюю ночь». Так получается, что изначальное произведение, написанное англичанином с героями и итальянцами, ставил на татарском режиссер из Армении. Шекспир на татарском уже звучал на альметьевской сцене, первым спектаклем был «Ромео и Джульетта». Премьерой «Самые печальные повести» прошла в 2013 году, в 2020 вместо трагедии – комедия. У оригинального произведения был простой посыл – брак, столкновение характеров. У зрителя свой взгляд на эту идею. Брак – это не просто как столкновение характеров, брак – это улучшение характера друг друга. Что мне нравится в произведениях, спектаклях Армейского драматического театра – это общение зрителя и актеров. То есть постоянно присутствие актера. Люди с разными характерами сходятся, сживаются как-то с друг другом, привыкают друг к другу. Мне правда очень понравилось. Это, не знаю, меня в некоторые моменты аж потряхивало. Вот до сих пор такие эмоции. Я бы с радостью еще раз сходила бы. В угоду традициям старых времен в классической пьесе «Вверх брал мужчина». В новой интерпретации финал более открытый. Создатели не могут сказать точно, сколько времени ушло на работу. Задумали спектакль за год до премьеры, а репетировать начали за месяц. Действия перенесли в современность. Теперь отец двух потенциальных невест не просто абстрактно богатый человек, а знаменитый и эксцентричный модельер. Мы решили сделать из нее современный вариант – баптиста, кутюрье, немного своеобразного вкуса. Делать из своих дочерей настоящих моделей. У него, как я уже сказала, немножко свой стиль, свое видение. Мы это видим, разница его костюмов, образ дочерей, в отличие от других. Роль героев сложна тем, что, в принципе, характер не прописан. Что играть, ходить по сцене, говорить голый текст, вроде как бы, ну, зрителям не подкупишь этим. Поменять характер человека, это как-то, наверное, не стоит этого делать и, в принципе, невозможно. В этом году, но не в сезоне, труппа драмтеатра отыграла все премьерные спектакли. До конца года театралы могут пересмотреть постановки, которые появились в начале сезона.